Здравствуй, милая и несравненная моя девушка. Пишет тебе, когда-то гражданский, студент филфака, и, как сказал наш каббат, чбошник и душара, а ныне боец доблестной гвардейской Н-ской секретной части, рядовой Иван Жучкин. Вот уже месяц служу я в рядах нашей части, а такое ощущение, что третью жизнь. Потому что, как сказал наш каббат, здесь он один день за три года идет. Жучкин! Я! Сколько до приказа? Триста шестьдесят шесть дней пять часов. А до моего? Тридцать четыре дня. Ладно, не расстраивайся. День прошел. Хорошо, что не убили. Вот. Провожай. Вообще, в армии со временем сплошные метаморфозы. Например, мне двадцать один год, а я, как говорит наш каббат, еще дух, салага, молокосос и щегол. А мой друг Вася Мумуев, ему девятнадцать, а он дедушка, и скоро поедет на дембель. Уже сейчас репетирует. Колеса диктуют вагонные, где срочно увидится нам. Мои номера телефонные, разбросаны по городам. Заводится сердце, сердце волнуется, хоть что выпакуется груз. Мой адрес недолго не уйдется. А еще, дорогая и любимая моя девушка, армия – это школа жизни, которую должен пройти каждый. Именно здесь мы становимся мужчиной. Люськин, я курить. Сигарету. Спичка-зажигалка. Бусто! Пить. Хорошо. Есть. Рот. Ко мне. За что? Было бы за что, вообще бы убили. Правильно. Кто же мне? Свободен. Здесь мы становимся мужчинами и помогают нам в этом отцы-командиры, которые всему нас учат. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ А еще, любимая и, надеюсь, еще моя девушка. Задача каждого солдата – любить и охранять свою родину. Поэтому нас прежде всего учит азам военной подготовки. Товарищи солдаты, не надо делать таких умных лиц, увы, не на гражданке. Записываем, кто может, тему нашего сегодняшнего занятия. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И секретные соединительные перемычки между ними, созданные на базе из самого легкого в мире отечественного железа, алюминия. Записали? Вопросы есть? Вопросов нет. Переходим к следующему плакату. А записываем следующую тему занятия. Не надо вертеться, товарищ Кубышкин. Невесты в казарме вы все равно не найдете. Ее здесь практически нет. БПЛУ. Ложка, боевая, походная, усовершенствованная. Ложка, боевая, походная, усовершенствованная. Ложка, в отличие от уже знакомой нам базовой модели БПЛ, имеет в своем оснащении аналогичные агрегаты держала, хлебала, соединительную секретную алюминиевую перемычку между ними. Но у нее, в отличие от обычной простой БПЛ, силой гении наших ученых, создана с задней стороны хлебала, усовершенствованная, уникальная лизала. Это здорово. Вопросы есть. А можно сделать так, чтобы лизала и хлебала были на одной стороне? Можно, но по уставу, товарищ солдат, не положено. Тем более вам на первом месяце своей службы. А еще, дорогая и несравненная моя девушка, солдат, прежде всего солдат, а уж потом мужчина. Ручкин, я танец. Эх, яблочко, да на тарелочке, Под клеш попадешь, не воротишься. Песню запи. Вы. Идет солдат по городу, По незнакомой улице, И от улыбок... Любимая! Ай, на небе тучи, А тучи, А тучи, как люди, Как люди, А не один. Ага, прежде всего солдат, А уже потом мужчина. Поэтому и не отвлекайте его, Когда он стоит на посту Всякими дурацкими разговорами. Я встретил девушку, Поломесяцом брось, На щучки рудинка, А в глаза... Здравия желаю, товарищ комбат! Здравия желаю, рядовой Бельдыев. Худы. Худы? Худы Бельдыев, товарищ комбат. Это детали, Которые не интересуют ни меня в целом, Ни Амию в частности. Ответим на пару вопросов. Так точно, товарищ комбат. Ставлю вам задачу на уровне Практически боевой. Ночь. Вы стоите на посту, Темень вокруг Практически мгла. Вдруг кто-то идет, Например, я. Ваши действия. Здравия желаю, товарищ комбат. Как дела? Хорошо? Бельдыев, Вы должны сказать, Стой, кто идет. Так это чего? Стой, товарищ комбат. А откуда ты знаешь? Ночь я акцентировал. Мгла. А вдруг Это враг, Воспользовавшись Удивительными достижениями Гримирного искусства, Загримировался Под твоего комбата. Из секретной миссии Пытается проникнуть На наш Секретнейший объект В темень и мглу. Например, На наш удивительный Банно-прачечный комбинат, В котором в данную минуту Рядовые стираются. Какой секретный, товарищ комбат? Там же Баня с прачечной. Это для тебя, Бельдыев, В бане и прачечной, А для врага Это секретнейший Командный пункт Нашего Гравнокомандующего. Ого, Чаще там. Поэтому ты, Ты должен Крикнуть Стой! Повторяй за мной. Стой! Стой! Кто идет? Кто идет? И без предупреждения Сделать предупредительный Выстрел Вверх. Стреляем! Неплохо. Итак, Я считаю, Материал пройден, Осталось закрепить На практике. Сейчас я выхожу, Возвращаюсь. Ты действуешь, Бельдыев, Согласно Воинской присяге. Так тучу, Товарищ комбат! Возвращаюсь. Кто идет? Кто идет? Идет страшный Нарушитель Из вражеской Нам державы. А Стой, Стрелять буду? Стою! А Стреляю? Замечательно. Только Не стреляю, Бельдыев, А надо Порожить Вражеского Нарушителя На землю И доложить, Так сказать, Разводящему. А-а-а, Так это Чему и Товарищ комбат? Бельдыев, Я же Объясняю. Ночью Мгва, вражеский лазутчик, грим, документы. Стой, кто идет? Я вражеский лазутчик. Ложись на пол. Выхожу, повторяю. Так, кто читаешь, Хамбат? Возвращаюсь. Стой, кто идет? Это я, добрый человек. Стой, стрелять буду. Стою, пожалуйста. Ложись, дебы, творящего. Ну вот, как бы и сразу. Ложись, я говорю. Отставить. Ложись, я кому тебе говорю. Редыф, отставить. Ложись, стрелять, ну честное слово. Отставить, я сказал. Убью, как собаку, честное слово, клють с мамой. Отставить, я сказал. Кто ты такой, чтобы мне командовать? Это я, ваш комбат, отставить. Откуда же ты комбат? Ну, с темного мгла переоделся. У меня документы на этот счет имеются. А, подделанный. Лицо, посмотри на лицо внимательно. Докриминовался. С ними проникнет наш банный прачник, как секретный, секретный обед командования. Ложись, убью, честное слово. Стой, я сказал. Убью, честное слово. А на этой неделе в нашей части произошло чрезвычайное происшествие По-нашему, ЧП. Как говорит наш комбат, не обошлось без нюансов. Надо либо воду кипятить, либо наливать не воду. Сегодня с нуля часов с сегодняшнего дня для прапорщиков поясняю, с 12 часов ночи на территории нашей части устанавливаются скрытые камеры, место которых, местонахождение которых неизвестно. Для выявления неуставных отношений, нарушений, прямо скажем, всякого рода и всяких там злоупотреблений. Эта акция, прямо скажем, продлится 104 часа. Какие будут предложения? Закрыться всем в клубе и устроить 104-часовой танцевальный марафон. Неплохо, неплохо. Только где же мы столько, прямо скажем, девушек-то возьмем? Возьмем. А девушками предлагаю назначить капитана Подлетайкина. У него фигура сильно красивая. Что? Что? Ничто. Я предупреждаю, я сразу же категорически предупреждаю, что я танцевать за всех девушек не буду. По очереди. Отставить. И прошусь сегодня считать это боевым приказом. Предложение еще есть? Предложения нет. Слушай боевой приказ. В связи с чрезвычайной ситуацией сокращенно обозначено ЧС, имен... именуемой в дальнейшем КС камера скрытая, запрещаю на территории нашей части сокращенно ТНЧ любые за Л злоупотребления, на Л нарушения и неувзмо СО неуставные взаимоотношения с подчиненными. Приказ ясен? Понятно. Тогда считаю приказ вступившим в действие. Разойдись. С этого дня милая, надеюсь, моя девушка в нашей части благодаря КС камере скрытой стали твориться настоящие чудеса. Сучкин! Ой. Я кофе мыться гражданку плевать А тучи как кучи Стали твориться настоящие чудеса. То есть, как сказал наш комбат, между старой и новой жизнью установился небывалый Диссон на носа. дембель дембель У меня пятнадцать часов и тринадцать минут. Что такое? Двенадцать! Двенадцать! А не тринадцать. Прости, пожалуйста, часы отстают постоянно. Дембельнусь, тебе свои подаю. Не всегда дембеля моего доживешь. Спасибо, дорогой. Ну, что тут у нас? Так, мне курочку, ну, чтоб нетоптанная была. Поросеночка, ну, чтоб молочная. Ну, и курочки, чтоб свеженаметанная была. Черный, дорогой, или красный, а? И черный, и красный. Хорошо. А что, дорогой-то, пить будешь, а? Хотелось бы Бордо. Слышал такое французское вино? Бордо. 1837 года призыва. Месяца июня. А нету, дорогой. Так. Нету, да? Успокойся, да, я, Бордо. Нету, солдату, нету. Что ты? Что ты? Садись. Солдату нету. Сейчас нет. Через пять минут есть. Сейчас мы в вертолет пошлем туда. Пускай летает себе по Бордо. Ну, пускай полетит. А пока что налей мне. Для аппетиту. Водочки. Для аппетиту можно, дорогой, для аппетиту. Ну, ты петь, пожалуйста, на здоровье. У нас солдат вид в столовое. На первом плане всегда. Давай, дорогой, и булькой занюхивай потом. Давай, дорогой. Давай, пой мне. Что ты сказал, дорогой, а? А что, солдату пей же не спеть для аппетита, а? Петь для аппетита солдату это великий честь. Ай, долго я бродил среди скал. А, любимый. Ай, на небе туча. А туча веселее. Туча, как люди. Громче. Ах, люди, она одинока. Но все-таки туча, так жестоко нас все цемеляет. Ладно, все, хватит. Не получится с себя ни Меладзе, ни Чебурадзе, ни Чебурданинце. Ступай. Спасибо, дорогой. А на второй день нашего диссонанса, Милая, надеюсь, что все еще моя девушка, вернулся из отпуска старшина Басюк, который ничего не знал ни о ЧП, ну, по-нашему, ни о КС, камерах скрытых, ни про связанные с этим чудесные перемены. Да перестань, да что ты. Это как вы. Я к каналу захочу. Вы что это себе позволяете, товарищ солдат, встать, смирно. Подожди секундочку, я ничего не слышу, орет так. Что ты орешь, Торшина, приехал, проходи. Ну-ка, боец, упал, отжался 150 раз. Слушай, да пошел ты. Сейчас вот шнурки только на сапогах отглажу и портянку высморкну. Что такое? Узатый. Ах ты душа. Да я же тебя, я с тебя вырвешаю. Стоп, стоп. Отставить, товарищ Торшина. Что мы себе позволяем? Товарищ комбан, Я пришел из отпуска тут, понимаешь, просто безобразие какое-то, я считаю. Отставить. Вы не можете не понимать, Стопшина, что своим поведением недостойным вы получите светлое звание российского официара. Вы что здесь все? С ума рюкнулись. Это он вам? Что? Уведите-ка Стопшину на гаупт-вахту, чтобы в следующий раз было неповадно унижать младшего по званию. Клова бою, почки отбиты. Вы что, серьезно? Вещи вон возьмите. Терпите. Мы будем судить его по суровым, но справедливым законам военного требунала, порочащим звание русского гвардейца. А вы, товарищ солдат, конечно же, отдыхайте. На следующий день старшина Басюк был предан военному трибуналу, на котором сошел с ума и был комиссован. Да вы здесь все с ума заехали. Рехнутые все на почве института благородных девиц превратили казарму, понимаешь, в лучи. С собственными руками и попомните еще старшину Басюка, а, попомни, да просто будет пусти. Греет и крошится поэта. Давай, снимай. Снимай, сволочь скрытая. Греет и крошится поэта. Впоследствии чрезвычайная акция 104 часа была продлена еще на 104 часа, а потом еще на 104, вследствие чего последовательно были преданы суду офицерской чести и сошли с ума завстоловый капитан Мамаладзе. Где ты? Где ты, сволочь скрытая? Здравствуйте, Василий Гаврилович. Здравствуйте, Виталий Павлович. Ненавижу! Ненавижу! Сегодня в программе у Ксюши певец Мамаладзе Интернешнала и на небе тучи, 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 как люди, как люди. Зав клубом капитан Подлетайкин, который подал рапорт об увольнении из армии в связи с переменой пола. И сам, как он себя называл, Батяня Камбат. Батяня, Батяня, Камбат, Камбат, Батяня, В настоящий момент в нашей части не осталось ни одного психически полноценного офицера и даже дембеля. Стой! Раз, два. Мумой! Ай, Мумой! Иди сюда! Веселее! Во! Давай-ка, Мумой, поправимся. Наклоняйся! Ниже! 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 Да не так, Мумой! Вот так вот, давай, да, вот так вот, давай, перевернемся! Вот, давай, придержим! Тарелку на, Мумой! Тихонечко! Вот так, вот так! Ну, давай, иди! Грязный какой! Дембель! Ни одного психически полноценного офицера и даже дембеля, вследствие чего наша часть подлежит расформированию, а все мы досрочной демобилизации так что ждите меня, дорогая, уверен, что все еще моя девушка, жду встречи, как, как, как казак, как казак сечи, жду встречи, как казак сечи, искренне ваш, гвардии, рядовой Иван Жучкин, Иван Жучкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова